Здравствуйте коллеги, меня зовут Абсалямов Рослан Эльдарович, я врач-онколог клиники Рассвет. С вами сегодня гастроэнтеролог Головенко Алексей Олегович. И мы решили пообщаться на тему комплексного подхода в лечении онкологических пациентов. И в рамках эксперимента такую открытую дискуссию между онкологом и гастроэнтерологом. И сегодня мы хотели бы обсудить самые частые проблемы, с которыми сталкиваются онкологические пациенты. С одной стороны, это те вопросы, которые меня интересуют как онколога. И мне очень важно работать в команде с профессиональными специалистами. И в частности с профессиональным гастроэнтерологом, как Алексей Олегович, чтобы помогать наилучшим образом своих пациентов. И у Алексея, наверное, тоже есть ряд вопросов ко мне как к онкологу. Ну конечно, потому что мы как гастроэнтерологи часто являемся врачами, выявляющими онкологическое заболевание. Конечно, посылая нашего пациента с опухоли желудка или 12-перстной кишки или толстой кишки чаще всего, мы, конечно, должны понимать перспективы, как пациент будет реагировать на химиотерапию, какой объем операции будет ему предложен, как вам предстоит жизнь с колостомой или остомой. Ну и главным образом, да, как нам определить часто скрининг того или иного онкологического заболевания. Поэтому, да, наша сила в тандеме, в единстве и в мультидисциплинарном подходе. Да, безусловно, конечно. Наверное, стоит, в принципе, рассказать о том, что в рамках взаимодействия между онкологом и гастроэнтерологом спектр возможных гастроэнтерологических проблем у онкологических пациентов, он невероятно большой. И он связан как с изменениями анатомии, вынужденными, либо в связи с заболеванием, либо в связи с оперативными воздействиями. Например, это разные виды стом, эзофага, гастро, колостома, холангиостомы, зонды, выключение, удаление сегментов пищеварительной трубки в результате резекции или обходных анастомозов. Это проблемы, связанные с изменением функции. Например, синдром малиабсорбции, который вызван теми или иными причинами. Нарушение реабсорбции желчных кислот, нарушение перистальтики, например, вследствие канцерматоза брюшины. Также эта проблема связана непосредственно с опухолью и ее осложнениями, начиная с нутритивной недостаточности с аркепенией, наиболее частые проблемы, особенно у пациентов на поздних стадиях заболеваний. Опухлевая анорексия, экзокринная недостаточность поджелудочной железы, которая также проявляется функциональной малиабсорбцией. Это обструкция желчеводящей системы, о которой я также уже сказал. Ну и такие частые вещи, как хроническая и острая кишечная, непроходимость порез кишечника, асцит. Это также проблемы, связанные с противоопухолевым лечением, как с химиопрепаратами цитотоксической химиотерапией, иммунными препаратами, лучевой терапией, хирургическими воздействиями и осложнениями лечения в виде, например, нитропинического колита или аутоиммунного колита, кострадиальной инфекции. Ну и непосредственно те сопутствующие заболевания, которые есть и могут быть у любого пациента, которые сталкиваются с онкологическим процентом. Как вы видите, спектр проблем очень широкий и крайне необходима совместная работа. И мне, как онкологу, сегодня наиболее важно будет услышать и обсудить проблемы, связанные с химиотерапией, теми проблемами пациентов, которые возникают в результате этого способа лечения. Ну и Алексей Олегович, у вас, наверное, тоже будет много вопросов ко мне. Конечно. Потому что к нам, гастроэнтерологам, конечно, редко приходят пациенты с рвотой, вызванной непосредственно введением химиопрепаратов. Этим действительно чаще занимаются те, кто, собственно, вводит эти лекарства. К нам реже попадают на амбулаторный переем пациенты с острой опухолевой непроходимостью или последствиями лучевой терапии, со стриктурами тонкой кишки, скажем, вызывающими непроходимость. Мы в основном имеем дело или с запором, вызванным часто применением опиоидных анальгетиков, или вследствие канцерматоза. К нам часто приходят пациенты с диареей. Это, наверное, такое самое главное гастроэнтерологическое, на мой скромный взгляд, осложнение, отдалённая химиотерапия. И для него существует множество причин. Ну, наверное, в реальной практике, конечно, мы главным образом будем ожидать развития инфекционной диареи, главным образом вызванной клостридиальным микроорганизмом, с которым, уж пользуясь случаем, произошли некоторые изменения в терминологии. Расскажите, очень интересно. Ну, в общем, наши микробиологические друзья, микробиологи, реклассифицировали знакомую нам бактерию клостридиум дефицели. Теперь к роду клостридиум относится только клостридиум бутурикум, а клостридия дефицели отнесена к роду пептострептококков. Поскольку это название не на слуху, и менять всю терминологию, и даже, знаете, как услуги, предоставляемые коммерческими лабораториями, показалось неудобно, возникло предложение именовать их клостридиодес дефицели, и с тем, чтобы не менять аббревиатуру. Поэтому, что в 2019 году мы должны говорить об инфекции клостридиодес дефицели. Но это не единственная причина диареи, и сейчас в тандеме мы постараемся поговорить и о таких причинах диареи, как нейтропенический колит, такая неспецифическая реакция иммунной системы на тяжелую нейтропению, и о последствиях хирургического лечения кишечника, в частности, о синдроме короткой тонкой кишки. Сначала, наверное, хотелось бы начать с каких-то более простых вещей, потому что, что клостридиальная, или как вы правильно говорите? Будем считать, си-дефицилия инфекция, нитропенический колит или аутоиммунный колит, вызванный с иммунологическими препаратами, например, STLA-4 ингибиторами. Это довольно крайнее проявление, и намного чаще пациенты сталкиваются с диареей, обусловленной простым воздействием цитотоксических препаратов на быстро делящиеся клетки, в том числе быстро делящиеся клетки, пилиальные выстилки желудочно-кишечного тракта. И есть химиоиндуцированная диарея, которая чаще всего вызывается такими препаратами, как капецитабин, торпирамидины и ринтыканы, пациенты испытывают выраженный дискомфорт, так как они связаны. Они должны принимать, получать эту терапию и бороться с теми осложнениями, которые она вызывает. И здесь еще важно подчеркнуть, что мы все должны четко понимать критерии тяжести, и до этого есть совершенно устоявшиеся классификации. И вот последний пересмотр CTCA и пятой версии говорит о том, что у нас есть первая и вторая степень это увеличение числа дефекаций до 6 раз в сутки по сравнению с исходным состоянием или умеренное увеличение выделения колокомаса через стому. И это не влияет на ежедневную активность. И уже третья стадия, которая требует в большинстве случаев госпитализации, это увеличение числа дефекаций более 7 раз, недержание. Эти состояния требуют внутривенной дегитационной терапии, они безусловно требуют госпитализации. И четвертое, это уже жизнеугрожающее состояние вплоть до гиповолимического шока. И давайте мы тогда попробуем как-то определить, что мы сначала первые стадии, как мы обычно, какие есть подходы, что мы используем в дальнейших линиях, и какие бывают проявления крайние, и что в этих случаях делать. При начальных стадиях диареи мы обычно назначаем пациентам препарат такой простой и эффективный, как лапирамид. Он может быть назначен в дозе до 16 мг в сутки, стартовая доза 4 мг, и далее 2 мг каждые 2-2,5 часа или после каждого акта дефекации. Но не более 16 мг. При неэффективности в течение 48 часов уже могут быть назначены и должны быть назначены препараты следующей линии, такие как Будосонид, или в ряде случаев назначается актриотит в той или иной форме, либо в виде подкожных инъекций до 100-150 мг подкожных 3 раза, либо в рамках суточной инфузии через инфуза. На Западе также даже при начальных проведениях, при первой-второй стадии диареи, неконтролируемой лапирамидам, назначают даже опиоидные препараты, морфин, кодеин, но у нас это не получило своего распространения. Ну и разумеется, пациенты с диареей третьей степени, осложненные особенно судорогами, тошнотой, работой, ухудшением общего состояния, должны быть немедленно госпитализированы, так как у них могут быть такие серьезные проявления, особенно ассоциированные с нейтропенией, как нейтропенический калит, о чем мы сейчас как раз-таки с Алексеем Рогичем поговорим. Действительно, да, мы, конечно, не должны еще упускать из виду такой простой способ лечения, например, компенсации диареи, как пероральную регидратацию. Совершенно верно, конечно. Потому что, да, пациенты, многие, испытывая жажду, начинают принимать или слишком гипертонические растворы, растворы, всевозможные соки, у многих на слуху пресловутая Кока-Кола и всякие, да, так сказать, напитки сладкие, которые в состоянии усилить диарею за счет большого содержания простых углеводов, глюкозы. Многие пациенты пытаются, да, так сказать, пить чистую воду, что тоже только усугубляет нередко электролитное расстройство. Здесь, наверное, да, очень часто наша работа просто просветительская. Нам нужно объяснить пациенту, то, что при первых признаках диареи, собственно, кроме попытки замедлить моторику лопирамидом или актриотидом, конечно, очень важно восполнить потери жидкости, постараться скомпенсировать электролитное расстройство. Именно пероральной регидратации просто первоочередной. А расскажите, чем лучше проводить ее? Глобально, да, наиболее широко используемый препарат регидрон. Сейчас появляются в аптеках и готовые формы такие в виде шипучих таблеток. Это в чем-то удобнее, потому что можно носить с собой. Но пока, да, считается, что регидрон достаточно неплохо себя показывает как средство для пероральной регидратации. В случае, если для пациента недоступны эти препараты, он уехал куда-то в глубинку, рядом аптеки нет, но, в конце концов, сымитировать можно и таким классическим советом, взяв литр воды, насыпать туда без, так сказать, горки 6 чайных ложек сахара, пол чайной ложки соли. В принципе, это будет приблизительно по составу та же самая смесь для пероральной регидратации. Вопрос действительно в том, как ее принимать. У пациента может быть тошнота, в том числе связанная с применением химиопрепаратов. Поэтому, да, когда пациенты пытаются, так сказать, прям литрами в течение 5 минут принимать эти растворы, ничего хорошего не выходит. Поэтому, да, мы призываем... Очень важный вопрос. Нужно еще понимать, сколько жидкости должно поступить. И здесь есть одно железное правило, что поступить должно больше, чем выделиться. И здесь считается по количеству не только выделившейся в виде диареи жидкости, но также еще и мочи, и основного обмена жидкости, которую мы теряем с потоотделением, с дыханием, в среднем, в зависимости от разного возраста, пола и метаболической активности, от 30 до 50 миллилитров жидкости в час. Поэтому здесь тоже нужно эти потери учитывать. И как раз в таком объеме, именно изрыву, так сказать, недостаточно пациенту просто посоветовать принимать, как написано в инструкции, к ригидрону препарат после каждого эпизода жидкого стула по стакану. С этим мы должны играть немножко на опережение. Если пациент уже испытывает какие-то симптомы дегидратации, то в первые 4 часа, конечно, в гораздо больших объемах эти растворы употребляются, до 4 литров можно смело предложить пациенту вот так вот пить прямо в первые часы, когда он почувствовал себя плохо, у него внезапно появилась диарея. Часто уж так, как говорю, в нашей гастроэнтерологической среде присутствует какая-то феноменальная боязнь лопирамида, что вообще при диареи... В самом деле. То есть это как-то достаточно демонизированный препарат, потому что все где-то слышали, что при тяжелых инфекциях лопирамид может спровоцировать токсическую дилатацию, что его опасно давать при иммунных поражениях толстой кишки. Глобально даже при язвенном колите, таком в чистом виде ауто-воспалительном процессе при нетяжелых формах лопирамид это неплохой способ контролировать моторику, избавлять человека от ложных позывов и улучшать качество жизни. И да, действительно, недооцененное средство и, к сожалению, недоиспользуемое в нашей стране это холестерамин. Холестерамин – циквестрант желчных кислот. Желчные кислоты – это один из игроков, ускоряющих моторику, в частности, ускоряющих моторику толстой кишки. Мы сталкиваемся с их очевидной малябсорбцией при операциях на подвздошной кишке. И да, действительно, при, скажем, резекции ледскального отдела хороший тон предупредить пациента о том, что у него возможно диарея. Но холестерамин не продается свободно в России. Хоть и зарегистрирован, и хоть и стоит он не бог весть каких денег, приходится прибегать к услугам или интернет-поставщиков, где-то его искать. Ну, ценители говорят, что, да, вот его можно раздобыть в Украине, там он, это канадский препарат, продаваемый под украинским лейблом в Германии, в Грузии он имеется, в Турции, ну, то есть, в общем, из ближайших стран его заказывать. Он обычно принимается, там, четырехграммовые пакетики один-два раза в день. И, в общем, можно думать, что это такой более физиологический способ контролировать диарею, чем использовать просто лопирамид, которым просто не надо бояться, даже вот в тех огромных дозах, которые вы озвучили. Здесь нужно, мне кажется, я считаю, важным отметить, что такой препарат, как холестерамин, он, или его аналоги, секвестрант и желчный кислот, они должны использоваться при действительно связанных с либо повреждениями, либо удалением сегмента подвздошной кишки состоянием. Это стеотарея, которая может быть лабораторным образом подтверждена, потому что могут быть ситуации, когда препарат назначается просто при диарее, и это может нести вред. У меня, до сих пор помню, у меня был один пациент, который после гастро-панкреата, дуэденальной резекции связанной с опухолем головки поджелудочной железы, и так, в общем-то, испытывая экзокринную недостаточность поджелудочной железы, был в нутритивной недостаточности постоянной, и это постоянный прием сиппингового питания, и сбалансированная диета, которая, тем не менее, не позволяла этому пациенту набрать вес, и у него были выражены дефициты других микроэлементов, и это отражалось в анемии, в других состояниях. Так вот, как оказалось, на тот момент, когда мы начали с ним консультироваться, определять его дальнейшие прогнозы на химиотерапию, к сожалению, в связи с прогрессированием заболевания, что по рекомендации гастроэнтеролога, он целый год принимал калистрамин, и тем не менее, при сохраненном сегменте подвздошной кишки, и это было, с этим было связано тем, что фактически желчные кислоты, которые у него постоянно продуцировались вместе с желчью, уходили, не абсорбировались обратно в подвздошной кишке, и уходили вместе с стулом, и на этом фоне он тоже терял достаточно много элементов. Ну, у нас, к счастью, да, поэтому есть способ оценить экзокринную функцию поджелудочной железы, это тест на панкреатическую ластазу фекальный, он не валидирован для пациентов после протяженных резекций, поэтому мы не совсем представляем его уровень у людей с обширными какими-то хирургическими вмешательствами, но использовать его мы можем. У нас нет теста, который мог бы оценить секрецию желчных кислот со стулом, то есть даже в рамках научных исследований, в России, к сожалению, он не используется, он недоступен на коммерческой основе, но, да, при операциях, связанных с резекцией подвздошной кишки, конечно, холестерамин использовать можно и нужно. Но, разумеется, прежде чем назначать препараты, особенно при тяжелых формах диареи, всегда при диарее с выделением крови или при диарее с высокой лихорадкой следует подумать и о более серьезных последствиях хирургического лечения или химиотерапевтического лечения. Редкое, очень грозное осложнение это нейтропенический энтероколит или его разновидность нейтропенический тефлит, неспецифическая реакция вылёдскальной зоне кишечника, связанная с тяжелой нейтропенией и, видимо, универсальным ответом на кишечную микрофлору грозное осложнение, которое, к сожалению, пока лечится, ну, честно говоря, не отталкиваясь от особо каких-то доказательных данных, а больше эмпирическим путём. Реакция в основном на грамм-негативную кишечную микрофлору лечение это или цифепим с метронидозолом или пипероцелин с... Ну, это классический выбор, на самом деле, эмпирическая антивактериальная терапия пациента с нейтропенией. Когда мы говорим о нейтропеническом эндероколите, мы чаще всего имеем в виду, что у пациента, в принципе, скорее всего, имеет место быть фибрильной нейтропенией. Он находится в состоянии, когда, ну, фактически, он в одном шаге от сепсиса. Его собственные резервы организма, его нейтрофилы, не могут бороться с как экзогенной, так и эндогенной флорой. И генерализованная инфекция у таких пациентов сейчас случается. Поэтому при наличии нейтропенией у пациентов с диареей и особенно появлением болевого синдрома в животе или выделением крови, нужно об этом думать. И такая терапия, конечно, должна содержать в себе колонии, стимулирующие факторы, антибактериальную терапию. Первая линия, которая используется с профибрильной нейтропенией, это либо ЦФИПИМ, любой пиферцелин, тазобактан. Кстати, не нужно забывать о профилактике грибковой инфекции. И при персистирующем заболевании это не только дифлюкан, но и афетерицин. Таких пациентов требуется чаще всего на гастральная декомпрессия, на гастральная интубация. И, в общем, это введение совместно с хирургами, потому что нередко таким пациентам при наличии подозрения острой хирургической патологии, например, перфорации кишки должна быть выполнена операция с удалением всех некротизированных элементов, и это является очень важным, потому что оставление каких-то участков некроза у таких пациентов, конечно, фатально, потому что имеющаяся у них уже нейтропедния, она будет дальше провоцироваться. Но тут нужно понимать, что всегда это очень сложное решение, и это должно быть тоже в рамках мультидисциплинарного подхода, потому что такие пациенты могут иметь и критическую тромбоцитопению, и хирургическое лечение в данных ситуациях очень часто проводится просто по жизненным показаниям. Но это довольно нечастое явление, тем не менее, мы с такими ситуациями порой сталкиваемся, и о них нужно знать, конечно. Но иногда мы сталкиваемся и с перфорациями кишки, вызванными не столь, может, драматическими событиями, а гораздо более в нашей практике частыми случаями инфекции бактерий кластридиодис дефицили, тоже, увы, это часто упускается из вида, во многом в силу очень низкой чувствительности имеющихся у нас тестов. Здесь следует оговорить, что такая схема, применяемая на Западе, диагностики инфекции кластридиодис дефицили, которые, очевидно, будут предрасположены пациенты, получающие химиопрепараты, особенно в той или иной степени выражены нейтропени современная схема предполагает определение не только токсинов А и Б этой бактерии. По-хорошему в начале у пациента определяют содержание глутамат-дегидрогеназа в стуле. Этот тест, увы, недоступен в России, даже только в специализированных центрах он выполняется. И такая полноценная диагностика этой инфекции заключается сначала в использовании очень чувствительного теста глутамат-дегидрогеназа, но не слишком специфического, и одновременного определения токсинов А и Б кластриди-дефицит. Если эти тесты как-то сказать оба отрицательны, то мы понимаем, что скорее всего мы не имеем дела с этой инфекцией. Если оба они положительны, мы начинаем лечение. Мы начинаем лечение при очевидных предпосылках к этой инфекции. Скажем, пациент уже получает химиопрепараты ему назначается по каким-то показаниям антибактериальной терапии, и внезапно он испытывает тяжелую диарею с лихорадкой, с выделением крови. Да, допустимо, в ожидании еще тестов уже лечить его, предполагая вероятную инфекцию. Но, конечно, золотость такой с полноценной диагностикой, это ПЦР, диагностика токсигенного штамма кластриди-дефицили, тем паче, что нарастает заболеваемость и кластриди-дефицили, выделяющими бинарный токсин. Это пока не очень коснулось нашу страну, но уже считается опасной ситуацией с эпидемиологических позиций на Западе. И, да, при даже намеке на эту инфекцию следует вспомнить о том, как она по современным представлениям лечится. Здесь надо понимать, что очень немного препаратов имеют доказанную эффективность в отношении кластриди-дефицили. Это метронидозол, используемый при легких по российской классификации или нетяжелой форме кластридиальной диареи по западной классификации. Это метронидозол 500 мг три раза в день. А при его непереносимости или при резистенции, что очень частый сценарий, при пятидневном неэффективном курсе ванкомицин, который, мы всегда говорим, назначается строго внутрь, это иногда приходится обсуждать с медицинскими сестрами, потому что они в виде назначения препарата, который выпускается в ампулах для внутривенного введения, могут назначить его в условиях реанимации внутривенно, и это не будет заметно. Ванкомицин не пересекает кишечную стенку. Резервные препараты это эгоциклин, с ним два маленьких исследования неконтролируемых, конечно, мы не уверены в его эффективности, и федаксомицин, популярный на западе препарат, увы, не зарегистрированный в России, обладающий очень высокой стоимостью. Ну и, наконец, средство, о котором мы продолжаем говорить, и о котором, мы надеемся, все будут зарегистрированы когда-нибудь и в России, это трансплантация фекальной микробиоты. Это, в общем-то, метод, который при, ну уже, начиная со второго рецидива инфекции клострадиода с дефицилей, конечно, всерьез следует рассматривать, поскольку его эффективность достигает 90-92%. Увы, пока это остается методом, который мы можем использовать только по решению врачебных комиссий и сведомо федеральных центров. Вообще, этой теме в последнее время посвящено очень много исследований, в том числе изучению микробиоты и ответа на иммунотерапию онкологических пациентов, это сегодня такой достаточно тренд. Поговорим о других проявлениях нарушений пищеварительной системы, с которыми часто сталкиваются онкологические пациенты. Наверное, самым частым проявлением является все-таки тошнота и рвота. Может быть связано практически с любым методом лечения, не только с самими заболеваниями, но и с любым методом лечения, как с химиотерапией. И здесь есть очень отработанные пути коррекции этого осложнения. Это лучевая терапия вследствие поражения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Любые формы хирургических воздействий на верхних отделах желудочно-кишечного тракта тоже могут вызывать эти проблемы. Но чаще всего, конечно, пациенты сталкиваются с тушнотой и рвотой на фоне химиотерапии. У этого есть ряд причин, как непосредственно повреждения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, клеток, которые наиболее часто делятся, и центральное воздействие через каскад серотонина и воздействие периферически через проводящие пути. Здесь мы можем воздействовать на эти препараты разными звеньями. Начиная с 99-го года начались активно применяться разные линии терапии. Сегодня у нас есть трех и четырех компонентные схемы терапии такого состояния, тошнота и его дальнейшее проявление рвота. Это разные вещи. Тошнота сама по себе субъективна, она может сопровождаться различными вегетативными нарушениями рвота, чаще сама по себе может даже быть без тошноты. И здесь мы считаем тяжесть состояния уже сегодня кстати говоря не по количеству эпизодов работы, а по тем нарушениям, которые пациент имеет, требует или не требует внутривенной регистрационной терапии и госпитализации. Но в частности давайте мы поговорим о методах коррекции тошноты у этих пациентов. И здесь надо сказать, что самым главным, во всяком случае одним из главных постулатов должно быть, что противорвотная терапия должна быть назначена с первого курса профилактически максимально эффективными средствами, которые применяются для той или иной схемы химиотерапии в зависимости от так называемого эмитогенного потенциала. Это уже имеется классификация, мы знаем какая схема, какой препарат наиболее часто вызывает тошноту и рвоту у пациентов и есть классификация, согласно которой есть препараты и схемы, которые обладают высоким мотогенным потенциалом, то есть те, которые вызывают тошноту и рвоту в более чем 90%, в частности, очень частая схема, которая используется у пациентов с аркомалой железы, это простая схема АЦ, антрациклинный с цикловосфосфамидом, который обладает высоким мотогенным потенциалом. от 30 до 90% риск возникновения тошноты и рвоты, низкий, меньше 30%, в основном это таргетные препараты, и сегодня есть множество уже новых препаратов, моноклональных антител, иммунных препаратов, которые крайне низкие, имеют мотогенный потенциал, меньше 10%, и при этом профилактические действия не проводятся. Так вот, крайне важно делать на соответствующую схему химиотерапии соответствующую профилактику, потому что если мы этого не будем делать, бывают такие ситуации, когда пациентам говорят, ну вот когда будет тошнота, тогда вас будем лечить, и, к сожалению, у таких пациенток очень часто возникает психогенная тошнотая рвота, это проявляется даже в таких ситуациях, когда пациент, едва только переступив порог медицинского учреждения, может испытывать безудержную рвоту, это нарушает качество жизни, и, в общем-то, иногда даже бывает препятствием для проведения химиотерапии и причиной отказа пациентов для проведения химиотерапии. Как часто вы встречаете таких пациентов психогенной, кстати говоря, рвотой? К вам, как гастроэнтерологу, обращаются такие пациенты? Ну, к нам, конечно, редко попадают пациенты, проходящие химиотерапию с психогенной рвотой, но в гастроэнтерологии, разумеется, половина всей гастроэнтерологии, это функциональные расстройства. Мы сталкиваемся, например, у детей с синдромом циклической рвоты, который тоже одним из компонентов имеет психогенный фактор. У меня, наверное, вопрос встречный, действительно, может ли такая рвота стать препятствием для проведения химиотерапии? То есть, может ли терапия быть прервана только из-за рвоты? Или это вопрос скорее последствий рвоты, то есть, электролитных расстройств? Или мы говорим только о качестве жизни наших пациентов? Безусловно, есть разные типы рвоты, и здесь важно выделять острую рвоту, которая развивается в течение первых суток, в течение 24 часов после химиотерапии. Она, как правило, отличается высокой интенсивностью и редко сопровождается тушнотой. Это та рвота, на которую мы можем эффективно воздействовать. Отсроченная рвота, которая развивается на вторые-пятые сутки после начала химиотерапии, она менее интенсивная, чем острая, и чаще сопровождается тушнотой. Это тоже то, что мы можем эффективно профилактировать. Опять-таки, если мы этого не делаем, то у пациентов может возникать психогенная рвота, но также бывают такие виды, как неконтролируемая, прорывная тушнотая рвота, и мы на фоне такой реакции просто не можем технически проводить химиотерапию, и это опасно с точки зрения развития этих пациентов водно-электролитных нарушений. И, как крайнее проявление, это рефракторная рвота, которую мы никак не можем контролировать, и эти пациенты, безусловно, должны быть госпитализированы, и им должна проводиться комплексная терапия, опять-таки, с привлечением гастроэнтеролога как участника команды. здесь важно обратить внимание, что сегодня есть уже совершенно точное представление о том, какие эффективные комбинации препаратов должны быть применены в той или иной ситуации, и сегодня при химиотерапии высокого методенового потенциала на Западе чаще всего используют даже четырехкомпонентную химиотерапию. У нас в России в основном больше придерживается трехкомпонентной, но, тем не менее, в ряде ситуаций мы добавляем четвертый компонент. Стоит отдельно, наверное, сказать о каждом компоненте. Первый – это банальные кортикстероиды дексаментазон, также это ингибиторы серотонина 5-HT3-рецепторы, рецепторов такие как антенцитрон, полонозитрон, гранисцитрон, это антагонисты НК1-рецепторов, априпетант и фосаприпетант и последнее поколение препаратов, которые мы также используем, бензодиазопин и это алонзопин. Собственно говоря, при высокометогенном потенциале химиотерапии все больше у нас и всегда на Западе используется четырехкомпонентная химиотерапия и такие вещи, как метаклопарамид, драпиридол, которые, тем не менее, тоже используются, они относятся к препаратам резерва, поэтому профилактировать тошноту на фоне химиотерапии циррукалом это просто смешно совершенно, этого не должно происходить. Очень важно, что пациенты с, еще раз повторюсь, получали эффективную антиэмитогенную терапию до начала первого курса в качестве профилактики, иначе это может привести к психогенной тошнотированию. Да, это важно, потому что пациенты, конечно, всегда задают вопрос о том, переживу ли я химиотерапию, и хочется убедить их в том, что современные средства позволят этот риск заметно уменьшить. Поэтому нужно всегда помнить, что мы, конечно, боремся за длительность жизни, но это не единственная задача, которая стоит перед современной онкологией, а именно качество жизни, которые являются второй, но не по важности, задачей, за которую мы должны бороться в нашей работе, и хочется перейти к такому ее аспекту, как обезболивающая терапия, но мы не будем долго останавливаться в качестве основных принципов, что боль нельзя терпеть, боль не нужно терпеть, и там, где есть необходимость назначения опиоидных анальгетиков, они должны быть назначены, но в рамках нашего диалога между онкологом и гастронтерологом хочется как раз-таки поговорить о тех осложнениях, которые наиболее часто возникают в результате использования опиоидных анальгетиков, и это констипация, то есть, попросту говоря, запор. Это медленный пассаж кишечного с режимом по толстой кишке, результатом которого является неполное опорожнение кишечника и наличие сухого и твердого стула. Наиболее частая причина, как я сказал, это опиоидные анальгетики, если мы говорим о лекарственных препаратах, также, в принципе, могут быть и другие лекарственные препараты, быть причиной констипации, это нейролептики, антихолинергические препараты, некоторые цитостатики, но также другие причины, так как метаболические, нейромышечные расстройства, структурные поражения пищеварительного тракта и неорганические функциональные причины, связанные с диетой, и психоэмоциональными причинами и прочим. Так вот, запор, особенно выраженный запор у пациентов, которые победили боль, может очень сильно ухудшать качество жизни и приводить даже к терминальным состояниям, опасным, экстремальным состояниям, таким как иллюз, это паралитические состояния, при котором возникает практически порез кишечника и со всеми вытекающими этого осложнениями. Поэтому констипация точно так же, как и диарея, должна иметь свою терапию как можно быстрее, чтобы не было крайних состояний, которые опасны с точки зрения отдаленных перспектив и существенно нарушают качество жизни. И здесь важно еще сказать, что должны быть введены римские критерии, так называемые римские критерии 3, чтобы мы определили, что у пациента действительно есть констипация. Это наличие двух факторов в течение 12 недель. Напряжение пародификации, плотный комковатый стул, ощущение неполной эвакуации, ощущение аноректального блока или обструкции. Это мануальная эвакуация кишечного содержимого ка пациента вынуждены сам себе помогать вспомогательными средствами и менее трех опоражений в неделю. Наличие двух факторов из этих в течение 12 недель является причиной для того, чтобы мы у пациента ставили диагноз констипация. Давайте поговорим о методах коррекции этого осложнения. Мне на помощь идет гастроэнтеролог, который расскажет что же нам делать в этой ситуации. Глобальная тактика лечения запора у пациента получающего химиоптерапию или подвергшись хирургическому лечению получающего опиоидной анальгетики. Она мало будет при легких формах запора отличаться от лечения просто пациента с запором. Мы действительно конечно будем в первую очередь бояться органического поражения кишечника и опухлевой непроходимости. Мы можем столкнуться с нередкой ситуацией, когда стаз кишечного содержимого плотного стула в ампуле прямой кишки приводит к парадоксальному недержанию стула, когда не имея возможности эвакуировать комок плотной стула из прямой кишки, пациент сталкивается с тем, что жидкие каловые массы обтекают этот комок и неконтролируемо выделяются из заднего прохода. Но так вот в нашей повседневной практике мы прибегнув к стартовому лечению, это как правило или так называемые балластные слабительные или размягчители стула, за рубежом популярная микрокристолическая целлюлоза или докузат натрия, в России это в основном лактулоза или псиллиум. Если мы не испытываем от них эффекты, если мы не видим эффект от макрогола, то есть препарата, удерживающего жидкость в просвете кишечника, которые совершенно безопасны, которые не вызывают истинного привыкания и редко сопровождаются какими-то их приемами побочными эффектами, если мы сталкиваемся с неэффективностью этих препаратов, мы, конечно, задумываемся каков истинный механизм запора, потому что глобально он может быть связан с замедлением моторики толстой кишки, это, наверное, наиболее вероятный сценарий у пациента, получающего опиаты, но он может иметь и проктогенную природу, это вот та самая обструктивная дефекация, которую римские теперь уже четвертые критерии нам тоже предлагают как вариант функционального расстройства. Оно может быть связано и с психогенными факторами, с, скажем, болью при дефекации вследствие просто общего болевого синдрома или травмы заднего прохода в процессе операции, если там была зона хирургического вмешательства или случаевым поражением прямой кишки, она может быть связана с повреждениями процесса иннервации мышц тазового дна и действительно при запоре устойчивом к действию таких вот безопасных вещей типа макрогола, типа лактулозы, мы по-хорошему должны, прежде чем применять более серьезные препараты, выполнить аноректальную монометрию. Это метод, набирающий, к счастью, популярность в России, способ понять, насколько скоординированно расслабляются мышцы сфинктера, пуборектальная петля, которая удерживает, так скажем, некий угол между анальным каналом и прямой кишкой, тоже механизм защиты от недержания, такой эволюционный. Насколько процессы расслабления этих мышц скоординированы с процессом натуживания? Если этот процесс не скоординирован, какую бы дозу слабительных мы не использовали, как бы мы не боролись с действием опиатов, используя там налоксон, или какие-то блокадеры опиоидных рецепторов, мы можем не помочь человеку, он, да, будет испытывать желание опорожниться, но не сможет эффективно это сделать. Ему может помочь такой метод, как терапия по принципу биологической обратной связи, или биофидбэк терапия, тоже, к счастью, стали выполнять. Кстати, пионеры – это в основном центры, занимающиеся онкологией, в том числе и кишечника. Это и онкоцентр, научный центр колопроктологии, там вот эти методы успешно применяются сейчас. Но для пациентов с особо устойчивыми формами запора у нас, да, остается не очень много средств. Это или слабительные стимулирующего действия, это сено, это бисокодил, это пикосульфат натрия, всевозможные капельки, присутствующие на рынке. Вообще, на самом деле, вроде бы с сено-то и начинать нужно. Глобально, зависит от, алгоритм действительно предлагает начать с сены, но у нас, как-то в гастронатологической практике, мы очень не любим стимулирующие слабительные, в силу, ну уж очень бурного эффекта от них по прошествии 8 часов от приема. Действительно, особенно для пациентов старшего возраста, это основной контингент онкологических больных, это может быть просто неприемлемо. Человек может среди ночи, да, едва почувствовав пазы, сходить в туалет и, может быть, имея какие-то расстройства, иннервации кишки, просто, ну, к сожалению, да, испытать эпизод недержания или подтекания содержимого. Действительно, макрогол, лактулоза позволяют добиться более контролируемого опорожнения кишки. Совсем резервных препаратов это лубипростон, это лекарство, зарегистрированное в Европейском Союзе и в странах Северной Америки для лечения опиоиды индуцированного запора. К сожалению, этот лубипростон пока не доступен в России. У нас доступен препарат проколоприд, это препарат для резистентного запора, это эффективные лекарственные средства, действующие на серотониновые рецепторы. Недешевый препарат с не очень быстрым действием, где-то неделю приходится его принимать, иногда испытывая побочные эффекты, но, да, его можно рассматривать как способ при продолжительной терапии опиатами, тоже такого способа стимуляции моторики толстой кишки, его тоже можно учитывать в своей практике. Ну и, конечно, да, как говорят think cancer, то есть все время думать о том, что не имеем ли мы дело с опухолевой непроходимостью, а не, собственно, классическим запорам. Да, безусловно. Здесь, конечно, всегда нужно иметь все простые диагностические вещи, которые позволяют нам просто дифференцировать наличие у пациента хронической или, тем более, острый, особенно у пациентов, получающих опиоиды. опиоиды. Это порой бывает довольно сложно понять, что у пациента имеется вопросом с кишечной непроходимостью. Ну, давайте мы еще поговорим, возможно, о таких проблемах, которые связаны с теми или иными анатомическими нарушениями, либо анастомозами, либо стомами, которые обуславливают в частности такие проблемы, как мальабсорбцию. И это синдром короткой кишки, который нередко, но бывает. Вы хотели об этом сегодня рассказать. Да, потому что проблема, с которой пациенты нередко не знают, к кому обратиться, глобальный синдром короткой тонкой кишки может быть вызван как действительно чисто анатомическими последствиями операции, резекции протяженного участка тонкой кишки или так называемым функциональным дефицитом поверхности тонкой кишки. Это может быть вызвано, например, воспалительным процессом. Мы сталкиваемся чаще с этим у пациентов с болезнью крона, где тоже имеет место функциональный синдром короткой тонкой кишки, но в онкопрактике вероятнее всего это может стать последствием лучевого поражения, лучевого энтерита. Синдром короткой тонкой кишки может и не развиться даже при достаточно протяженных резекциях кишки тощей, в силу процесса адаптации. Поэтому, наверное, для нас важнее выбирать группу риска пациентов по этому синдрому. Это главным образом пациенты, лишившиеся толстой кишки, что автоматически переводит их в категорию больных с высоким риском дегидратации при малейшем увеличении отделяемого по иллиостоме или июностоме. И в группе риска пациенты с резекцией подвздошной кишки. К сожалению, резекция подвздошной кишки кроме малябсорбции желчных кислот приводит еще и к заметной гипергастринемии. Это в состоянии вызвать во-первых образование язвенного поражения проксимальных отделов ЖКТ. Это обычно проблема в первые 4-6 месяцев. Потом, к счастью, эти явления идут на спад. Это проблема связанная с дефицитом пептида YY, такого естественного тормоза для моторики проксимальных отделов ЖКТ. И действительно сценарий, при котором у пациента резекцирована подвздошная кишка, отключена или удалена толстая кишка и сформирована E-юнастома, это пациенты с очень быстро, иногда молниеносно возникающими электролитными расстройствами обезвоживания. Они оказываются нередко потеряны как-то, так сказать, в пространстве, потому что в нашей стране очень низкий доступ к парантеральному питанию, особенно у взрослых. У нас часто эти пациенты, выписавшиеся от хирургом, идут к гастроэнтерологам, которые не готовы работать с астомированными пациентами. Здесь следует, конечно, при контакте с таким пациентом сразу обращаться к специализированным руководствам, тот счет может действительно идти иногда на буквально часы при заметной секреции по стоме иногда 2-3 литров и здесь все средства хороши. Здесь кроме нутритивной поддержки очень специфического питания с ограничением простых углеводов, то есть полным запретом на употребление сахара, меда, сладких газировок ограничивается потребление жиров, это связано как раз с влиянием гастрина и кислоты на инактивацию ферментов поджелудочной железы, с малюбсорбцией желчных кислот. Мы ограничиваем жиры где-то до 20-30% по калорийности, мы устанавливаем некий запрет на простые углеводы, мы не стесняемся назначать лопирамид в дозах до 16 мг в сутки, мы обязательно в первые хотя бы полгода назначаем высокодозную терапию ингибиторами протонной помпы для профилактики гипергастриномии и конечно мы призываем пациентов все время использовать средства для пероральной регидратации или изоосмолярные или слегка гипоосмолярные действительно избегая вот таких простых средств как всякие спортивные напитки которые могут к сожалению содержать избыток глюкозы и кроме того есть еще очень экзотическое такое ограничение для пациентов это ограничение продуктов богатых оксалатами потому что синдром короткой тонкой кишки это признанный фактор риска развития мочекаменной желчно-каменной болезни или как правильно говорить желчно-каменной болезни так что даже многие специалисты насколько я понимаю Американская хирургическая ассоциация выступает даже за профилактическую холецистоктомию при одномоментно с масштабной резекции тонкой кишки настолько высок риск в дальнейшем камнеобразовании ну и разумеется да контроль массы тела этих пациентов и при развитии выраженной малябсорбции непременная консультация узкого специалиста для нутрициолога для иногда дополнительной пероральной поддержки но чаще конечно для парантерального питания увы да которое удовольствие дорогое и не всегда в нашей стране реализуемое кстати пару слов хочется также сказать о таком простом и частом проявлении как нутритивная недостаточность у онкологических пациентов и она может быть вызвана отнюдь не только синдрома короткой кишки или малябсорбции а целым рядом других причин и очень важно проводить скрининг нутритивной диагностики нутритивной недостаточности для этого есть очень много простых и действенных критериев и анкеты инструментов я например в своей практике использую простой тул который называется must-tool он показывает риск наступления нутритивной недостаточности по определенным баллам буквально 2-3 вопроса и в случае наступления нутритивной недостаточности она должна корректироваться как можно быстрее потому что во-первых есть исследования которые подтверждают что пациенты с нутритивной недостаточностью обладают худшим прогнозом плюс ко всему на фоне этого у пациентов могут возникать вторичные нарушения из-за которых мы делаем паузу в химиотерапии или вынуждены редуцировать дозу что также неблагоприятно сказывается на эффективности поэтому нутритивная недостаточность которая очень часто упускается на самом деле специалистами ну ни для кого не секрет что зачастую к онкологическим пациентам относится с тем что мы тут рак лечим а все остальное в общем не очень важно нет оно важно и очень важно учитывая все нюансы наличие у пациента нутритивной недостаточности нужно корректировать а это можно начать с простых с простого момента как сиппинговое питание и кстати здесь очень важно что это очень часто встречается к сожалению что не является альтернативой сиппинговому питанию или диету проведение так называемой внутривенной поддержки когда пациентам назначают внутривенное проэнтеральное питание там олифлина америка бивен которые могут нормально кушать потому что основное правило всех специалистов по нутритивной поддержке кишка кишка может работать она должна работать поэтому очень важно правильным образом загрузить здесь правильный подбор сиппингового питания очень быстро может помочь это также очень важно и в хирургической практике потому что некоторые пациенты приходят на стадии когда можно проводить операцию но они функционально неоперабельны опять-таки нутритивной недостаточности таких пациентов является фактором неблагоприятного прогноза в плане осложнений послеоперационного течения ввиду самых вполне очевидных причин нужно заживлять раны и для ранозаживления просто в организме не хватает достаточного количества микроэлементов и простого белка поэтому в качестве компонентов предоперационной подготовки пациентов зачастую просто отправляют домой на то чтобы они кушали как следует и сиппинговое питание за 2 недели способно очень быстро пациента вернуть в нормальное состояние скорректировать его все дефициты на фоне чего и анемийка разрешится которая также является фактором неблагоприятного прогноза пациентов и о чем тоже часто забывают гемоглобин 100-101 ну подумаешь мы опять-таки мы тут рак лечим эти вещи тоже нужно корректировать и очень важно об этом тоже помнить и здесь невозможно конечно же все это держать в голове одному специалисту даже очень глубокому и очень эрудированному поэтому во всем мире еще раз хочется подчеркнуть то с чего мы начали лечение онкологических пациентов это командная работа и мультидисциплинарный подход должен быть применен в лечении каждого пациента и я по-настоящему счастлив что у меня есть возможность работать с такими специалистами как Алексей Олегович чтобы мы могли доставлять нашим пациентам лучшую медицинскую помощь я рад работать с вами что ж я думаю на этом мы сегодня закончим можно еще бесконечно разговаривать простор для тем безграничен возможно комментарии после этого видео дадут нам интересные темы которые мы сможем осветить более глубже или те которые мы сегодня не успели просто осветить я думаю что мы еще обязательно встретимся в таком формате и обязательно пообщаемся спасибо большое спасибо спасибо спасибо